Докоскопия ТВ Мы хотим, чтобы люди осознанно относились к тем вещам, которые зачастую воспринимаются на автомате, учитывая ритм современной жизни. Ни у кого нет времени, чтобы сесть и подумать над этим как следует. Итак, в этом выпуске мы поговорим об осознанности и о том, как осознавать собственные мысли. Что это означает? Например, каждое утро мы просыпаемся и начинаем наш день с таких мыслей. «Я должен сделать это и то», «Моя одежда выглядит не очень», «И прическа ужасна». Такие мысли заряжают нас негативом на целый день. И кажется, что неприятности приходят одна за одной с вами по себе. Но если мы проснёмся утром и подумаем, «Это новый день! Я ещё не прожил этот день, который может принести мне интересный опыт!» Это даёт нам совсем иной настрой на весь день. Поэтому очень важно осознавать, какие мысли у вас возникают при пробуждении и в процессе сборов на работу. Это позволит спрограммировать дальнейшие события в течение всего дня. Как мысль становится словом и действием? Стоит понимать, что каждая мысль, которая возникает у нас в голове, и каждое произнесённое слово, рано или поздно становится реальностью. Всё начинается при зарождении мысли. Например, вы думаете о том, что хотели бы что-то производить. И чем больше вы об этом думаете, тем больше вы об этом говорите, и начинаете взаимодействовать с другими в этом направлении. Таким образом, эта мысль постепенно превращается в действие, которое и направляет вас к реализации этой мысли. Как наши телезрители могут использовать ваши идеи для того, чтобы начать осознавать свои мысли? Это очень хороший вопрос. Например, возьмём участника финансовой сферы. В современном мире всё очень быстро меняется. И, например, этому человеку нужно найти новый способ получения прибыли. А мы все постоянно так заняты повседневными делами, которые сами по себе возникают одно за одним. Остановитесь на минутку и задумайтесь над тем, о чём вы думаете сейчас. Приближают ли эти мысли вас к цели, или же только отдаляют реализацию ваших планов? На самом деле, всё дело в осознанности. Почаще задавайте себе вопрос, о чём я думаю сейчас. И как только вы будете осознанно разделять свои мысли на полезные, и те, которые только тянут вас назад, это поможет вам достичь новых высот в своей деятельности. Кэми, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Спасибо, что пригласили меня. Я с нетерпением жду следующей программы. Наша следующая программа будет посвящена утверждениям. Не пропустите. Всего доброго.